очень отлично отлично побеседовал с вами друзья что это вообще было что за путь новичка что за путь самурая я регулярно каждый примерно полгода год создаю новый аккаунт абсолютно свежий нулевый донат что обычно 300 рублей покупая стандартный набор новичка вот эти 10 бустеров плюс легендарку гарантированно и соответственно иду по ладар длится это дня два три четыре но обычно 34 как то было пунктами мы играли и просто смотрю как как мы идем по ладру для этого есть тому есть две две цели две причины во первых таким образом можно одеться в шкуру новичка и посмотреть насколько хорошо насколько легко им живется насколько общая игра комфортная дружелюбно для новичков и вторая причина это немного приобедрить новичков потому что в хорстоне новички появляются каждый день они появлялись вчера появились сегодня появится завтра они появляются и все они сразу попадают как только выигрывать свою первую пару побед сделал пару побед выиграть пару рангов они попадают ситуацию когда их внезапно начинают нагибать причем нагибают очень сильно и они начинают рассуждать так вот я проигрываю потому что я новичок у меня коллекция маленькая а меня дают какими-то крутыми дорогими картами какие-то золотые карты какие-то легендарные карты и я проигрываю потому что у меня нет этих карт я играю очень хорошо но вот просто не задонатив в хорстон миллион рублей или не продав почку играть невозможно и эта мысли их убивает она как бы деморализует их она лишает их желания учиться играть они не понимают что они проигрывать новички проигрывать потому что они новички и они принимают плохие решения они делают плохие ходы и прочее они думаю что не проиграют потому что у них нет хороших карт и соответственно я этим своим походом каждый раз опровергая показ эту что не имея большой коллекции не донатя куча денег, можно вполне успешно играть в Хардстоун. Соответственно, делаю это уже много раз. И каждый раз, знаешь, это было довольно легко, и до пятого так сразу вперед. А после пятого, ну, уже там медленно-медленно так, ну, идем до легенды, потому что, как правило, дэчка, ну, такая, может быть, не самая крутая, но как-то можно двигаться. Итак, во-первых, ну, я опять показал, что, да, не имея большой коллекции, можно продвигаться по ладеру. В этот раз, когда я вскрывал стартовый набор 10 бустеров, мне довольно повезло, и я собрал, открыл много легендарок, и смог собрать деку довольно быстро, причем идеальную деку. Но, во-первых, не обязательно собирать идеальную деку, чтобы нормально играть в ладере. В твоей деке может не хватать пары-тройки карт, но это, как правило, не вызывает проблем в большинстве дек. Это не обязательно. Во-вторых, вот эти лишняя пыль, которая у меня появилась, она пошла даже на излишки, потому что ее было больше, чем мне надо. Я даже скрафтил вторую почти целиком отличную деку на эту пыль. То есть, эти излишки, эти лишние карты, лишние легендарки, они-то, на самом деле, не особо-то и нужны, если ты играешь одну деку. Конечно, нужно учесть тот факт, что я распылил немало хороших карт, других классов карты хорошие. Я Терионы распылил, я Крауль распылил. Такого делать новичку нельзя. Вот это я подал плохой пример. Делать так не надо. Я сделал это для того, чтобы ускориться, чтобы выиграть несколько дней. Вам не нужно ни в коем случае этого делать. Ни в коем случае никогда не распыляйте хорошие карты, которыми вы не играете прямо сейчас. Вы ими заиграете потом. Просто пожалеете потом, что распылили. Подождите два-три дня, подождите неделю, вы все эти карты получите просто чуть позже. Это я вам подаю очень плохой пример. Вот. Есть еще такое явление, что каждый раз, когда мы выбираем, какую деку создать новичку в очень ограниченных ресурсах с небольшим количеством пыли, мы сталкиваемся с тем, что почти всегда это агродека. Хардстоун устроен так, что, как правило, интересные, контрольные, медленные колоды. Они, сука, дорогие, но они обычно требуют легендарки. Если что собираешь дешевый, как правило, это агродека. И это почти всегда так было. Иногда попадаются редкие исключения, там полуагродеки, там какие-нибудь, кому бы, канцер дека. Но, как правило, путь новичка, это всегда агродека, ребята. К сожалению, это так. Дальше идем. Насколько сейчас легко новичку, друзья? Раньше было легко. Раньше до пятого ранга было легко. И когда мне новичок спрашивал, чем дойти до пятого ранга, я всегда ему уверенно отвечал. Чувак, до пятого ранга можно дойти практически чем угодно. Ну, чем-то хоть, что хоть как-то хоть немного играет, может дойти. И раньше это было так. Раньше это было правдой. Вот сейчас я играл три дня, и я, если честно, подохуел. Потому что раньше вот как было. Начинаешь ты играть, а там обычно игроки, ну, басики, деки у них смешные какие-то, необычные, нелепые, слабенькие. И вот так вот сложность постепенно нарастала, нарастала, нарастала. И где-то рангу к пятому, она уже такая, ну, становилась прилично. Но до пятого ранга легко доезжал. Сейчас я начал играть. То ровно так же начал. Там были, конечно, и крутые чуваки, но их разбавляли и нубасики, плохие деки. Вот так вот, вот так вот. А потом, пфф, тринадцатый ранг. Ровно на тринадцатом ранге начался какой-то пиздец. Может быть, в другом месяце будет четырнадцатый или двенадцатый ранг. Может быть, в другой день будет четырнадцатый или двенадцатый ранг. Но факт в том, что очень, очень, сука, далеко от пятого ранга началась стена. Что за стена? Каждая девять дек из десяти, которые я встречал, может даже больше. Это метовая, идеально собранная тир-1, на край тир-2 дека совсем известных сайтов. С тринадцатого ранга у чуваков огромная коллекция. У них золотые рубашки, шикарно собранные колоды. Они не все ими хорошо играют. Некоторые играют плохо. Но факт в том, что с тринадцатого ранга у всех охуенно собранные метовые деки. И если честно, я такое вижу впервые и я подохренел. У меня волосы стали дыбом. Я еще довольно неудачно выбрал деку, который рейти. Я выбрал темпо мага, ориентируясь на то, что, например, до нерфа еще недели назад, темпо маг был бы очень хорош. Потому что было много квест-рок. Это наш корм. Было много куболоков. Это почти что наш корм. То есть темпо маг был бы великолепен. Сейчас темпо маг крайне неудачное решение. Мы встречаем нечетного паладина. Это большие проблемы. Мы им обычно проигрываем. Мы встречаем четного шамана. Это пиздец. Мы им со всем просто за обе щеки. Ноль побед у меня было за три дня против четного шамана. Не то, что ноль побед. Я ни разу не приблизился. Просто каждый раз четный шаман просто меня насилует с первых ходов. Вообще ноль. Встречаешь контрольного воина. Это очень трудно. Встречаешь квест-преста. Это очень трудно. Наш корм это ханты и плохо играющие мироры. Ну, редкие варлоки. Короче, это капец, ребята. Темпо маг крайне неудачное решение. Вы просите мне деклист, который он взял пятый ранг. Нет, я не дам деклист, потому что он сейчас сделает крайне плохо. Не выбирайте темпо мага. Хотите агродеку? Соберите нечетного паладина. Соберите хантан на зверях. Соберите что-нибудь, но темпо маг плохое решение. Мне было очень трудно идти в этом сезоне, потому что у меня была неудачная дека и прямо короче очень, короче, еле-еле. Ну как, не еле-еле? Например, вот второй день я в первый же день дошел до 13 ранга, второй день я почти весь сидел на 13 ранге. Туда-сюда, туда-сюда. Я, по-моему, за 4 часа выиграл 2 звезды, по-моему. За 4 часа. А сегодня, конечно, нормально завозили. Сегодня поперло. Мы с 11 до 5 взяли буквально за 3 часа. Но сегодня было удачненько. Если бы не поперло, могли так же на 11 и снова весь день сидеть. Это было капец, ребята. Конечно, да, 3 дня, но суммарно часов, наверное, ну 10, наверное, на это потратил. То, чтобы взять с 25 ранга. Ну, нет, 10 даже меньше, потому что мы там еще сделали все квесты в катакомбах. Мы прошли катакомбы, там сделали все победы. Мы там и с ботами поиграли, мы и арену одну сыграли. То есть много на что отвлекались. Ну, короче, ребята, в чем суть? Когда новичок начинает играть в Харстон, во-первых, Близзард ему сразу наваливает каких-то ресурсов. Ему сразу дают что-то там. Ему дают квесты на последний сет, например, сейчас это лес. Ему дают бесплатную арену. Ему дают за ачивки, например, победил ботов, получи награду. Победил хардмодных ботов, получил награду. Сделал 300 побед, получи золото. Ну, в общем, зашел с телефона, залогинился, получи бустер. Зашел с планшета, получи бустер с айфона. Один бустер с самсунга, другой бустер. В общем, много чего можно собрать новичку. И, соответственно, этих ресурсов вполне достаточно, чтобы что-то разумное собрать. А если вы еще потратите 300 рублей, ровно 300 рублей на супервыгодное приложение, стартовый набор, вот сейчас вот здесь не видно, но есть стартовый набор. Это мегавыгодно, поэтому если вы можете себе позволить потратить 300 рублей на хардстон на старте, это очень сильно вас ускорит, ребята. Играть можно, но, тем не менее, намного сложнее, чем раньше. Новичку, наверное, трудно будет сразу, там, в первый месяц взять пятый ранг, если он только не суперспособный и супербыстро не разберется. Но играть, ребята, можно. Ну, десятый-то точно можно взять. Вот, ребята, соответственно, такова рецензия в этот раз. Ситуация изменилась. Новичкам стало труднее, чем было раньше. Но играть можно. Играть можно, но труднее. Не очень, не очень, конечно, комфортная ситуация для новичков. Я бы на месте бизера как-то этим озаботился, не знаю как, но что-то делать надо. Главный бонус зашел в хс, получил защику. Вот такие у нас дела, ребята. Такой у нас был путь самурая. Где-то через полгодика, год еще повторим. Посмотрим, как там будут обстоять дела. Ну, в этот раз вот так. Какие у вас вопросы?